Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня 2 декабря. Началась зима. Это Ялта. И прогноз такой, плюс 17 днём будет. А мы отправляемся на поиски последствий урагана, недавно пронёсшегося над Крымом. Пока ждём наш транспорт, почитаем объявление. Что почём? Какая тут недвижимость. Вот, например, квартира в Никите. Квартира в Никите. Двухкомнатная, 8,5 млн. Что ещё? В Ялте в центре 8 млн. Двухкомнатная. Что ещё показывают? Вот, Форос 6,5 млн. Квартира 4 млн. на улице Кирова. Ещё квартира 3,2 млн. Не знаю, насколько она хороша. Вот просто стоим возле объявлений и читаем, что почём. Длительно 13 тысяч рублей в месяц. Сдам в аренду. Возле вещевого рынка «Однушка». Одна сотка земли. С видом на море в Никите 700 тысяч. Участок. Вот, 14 млн. Никита. Первый этаж. Два санузла. 76 квадратных метров. Наблюдение. В общем, всё. Вот ещё. Гараж. Вот такие цены на недвижимость сегодня в Ялте. А кто иногда спрашивает? Подскажите. Да кто его знает? Да ж надо по всем объектам кататься. Я ж не риэлтор. Так, где наш транспорт? Вот. И сейчас в Алушту. Это Алушта. Мы находимся на восточной набережной. И идём искать разрушения. Там дальше находится, ну, типа как в Утёсе, Санта-Барбара. Только тут тоже такие эринги. И там тоже понастроено чего-то прямо возле моря. Мне почему-то кажется, что там всё-таки мы найдём следы недавнего шторма, недавнего урагана в Крыму. Здесь можно обратить внимание, нету галечного пляжа. То есть пляж есть, а гальки, которые тут были раньше, её нету. Ой, тихо, господи, холодный. Сейчас покормим, подожди. Скажу такое, температура сегодня плюс 17 градусов. Поэтому кое-кто одет прям по-летнему. Ну, правда, печёт в спину. Теперь смотрим. Вот она, пляж. Ну, как пляж. Мимо галечный. Галечный пляж, что должно быть? Его смыло. Всю гальку. Аж сюда закидывало, наверх. А здесь вчера, наверное, дождь прошёл. Лужа стоит. Либо это остатки морской воды, которая наверняка сюда аж захлёстывала. Но ветер сильный был с моря, поэтому брызги летели аж, аж, аж. Прогулялись люди и пошли домой. В этой части, восточной набережной, всегда такая беда. Грязный тротуар. Узкая дорога. Ты посмотри, а где же галька? Это смывало. Всё, море. Подходим. Это Коралл Юг. Сразу за Коралл Юг идёт жилищный кооператив Лазурный. А когда-то, я ещё помню, при Советском Союзе, тут были сплошные дикие пляжи. А теперь жилищный кооператив. Тут грязно, пойдёмте, вдоль моря. Тут радует контраст. Вечно зелёная яркая сосна на фоне голубого неба. Прям аж душа поёт, честно скажу. И это начало зимы. Но по прогнозам через два дня. Вот сейчас в Москве метель, начинается там всякое похолодание. Через два дня будет такое же и у нас. Ну, не снег, но похолодание. Кончилась территория этого Лазурного. Дальше идёт грунтовая дорога. Мы по ней пойдём. Повернёмся назад. Что здесь? Ну, тоже. Поредели галечные ряды на этих пляжах. Это лодочные эллинги. Говорят, называется маленький сайдинг. Прям написали. Нудистский пляж. Да, тут был нудистский пляж. Но так как вот тут уже всё позастраивали, нудистов тут не видно. Ну, и летом тоже я не видел. Вот куда мы идём. Это эллинги. Они построены очень близко к морю. Посмотрим, сильно ли пострадала инфраструктура. Сегодня тоже море неспокойное. Всё, тупик. Разворота нет. Ну, пока что всё целое. Вот там дальше мне интересно. Там дома по настроению... Лодочные гаражи, эти эллинги, они были прямо у воды. Ну, а там давно уже переоборудовано было всё для отдыха. На первой линии типа. Ну, они как-то спрашивали летом. Прямо вот здесь, вот в этих вот эллингах. По чём можно снять? От 2000. Ну, как бы условия такие. Минимально спартанские, зато вот он на море. Вышел из своей этой квартирки, и ты уже прямо на море. Купать я не хочу. Вот, чтобы вы понимали, это не только у моря, а там ещё и дальше, дальше. Такой себе маленький Сайгон. Ну, смотрим. Вот эта вот как бы миниатюрная волна, она изображает то, что тут было. По идее, закрёстывала до самой крыши. Я так думаю. Почему так думаю? Потому что вот он, прямо перед нами эти... Выносило камни, ещё пока не убирали. Сейчас такие будут комментарии. Боже, ужас, что это? Показываю, как есть. Вот оно море. А чё, люди что приезжают с удовольствием? Вот оно море. Вот типа ваша квартирка. Отдыхай. Все условия. Кровать есть, телек есть, интернет есть, кухонька там какая-нибудь есть. Как на Утёсе, как в Санта-Барбаре. Ну, там как-то поприличнее, что ли. А тут были гаражи для лодок, а теперь вот такая вот вот такая вот история. Не, ну этого явно раньше не было. Идём прямо по Гарьке. Самое страшное разрушение прошли из-под дефатории, по Керчи. Ой, тебе бы зимой. Пригородили дорогу. Сейчас покормим. Там наверх трубка. Трубки нет. Лучше пойти сюда. Выйдем к морю. Пойдём вдоль моря. Надеюсь, сможем там пройти. А йодом так и обдаёт. Этот аромат морской, знаете, когда море волнуется, наиболее интенсивный запах морской воды, вот этого йода, витает в воздухе. Передаю вам привет в Воронеж. Молодцы, ребята. Руки вам поотрезать за такие вещи. Козлы. Ну, других слов нет. Матриться ж нельзя. Вот тут раньше проход был, ну, когда море было спокойное. Мимо, придётся обходить. Неохота мочиться, мы там не пройдём. Поэтому возвращаемся другим путём. Да, и солнце, такое тёплое. Прям, ну, вот, 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 вот. Я иду реально в одной футболке. Ой, сколько у вас. Одного позовёшь, да? И сходу целая толпа. Тут, кстати, местную женщину, она имеет тут эллинг, поговорили немножко. Вот это всё пообрывало. Лодки успели поубирать, говорит, знали, что будет лыхо. Поубирали. Ну, тенты порвало, да. У некоторых порвало тенты. Но первые этажи, говорит, не позаливало. Ко мне не позакидало. Кто смог, как укрепился. Поэтому всё в порядке. Как бы. Обратно возвращаемся, чтобы подняться наверх. Это называется балка. Вторая балка. То мы проходили, была первая, это вторая. Водительцы разные. Алушта, Симферополь. По-разному. Взгляд назад. Мы тут ни разу не останавливались. Вот мне интересно, кто тут останавливался, отдыхал в этом месте. Черкните что-нибудь в комментариях. Интересно же. Кафешка не работает. А магазин. Похоже тоже. Ах, тебе да. Пчёлка летает. Ты понял? Зима, а? Вот. Круглогодичный. Магазин. А вас куда? Любопытную информацию нам выдали. Женщины, которые там были в магазине. Говорят, вот именно наш район почему-то дожди обходят. Только и видишь, там малушту полоскает, там дожди в Ялте. А до нас даже не долетает. Особенно летом. Тут такое, какое-то место заколдованное. Очень мало дождей в этом. Вот, рыбачий стан. Вот это впереди дельфин. Никогда его не видел сверху. Всё, понизу, понизу. Сейчас спустимся пониже к морю. Дельфин – это апартаменты. Там внизу были тоже водочные гаражи, эллинги. И потом пошло-поехало в 90-е. Как начали расстраиваться. Тут можно снять жильё. Хоть летом, хоть зимой. Какая-то третья линия. Идёмте поближе к морю на первую линию. Нет, ещё не первая линия. Круговой обзор. Ну, считайте, это та же самая Санта-Барбара. Вот здесь всё. Кот такой. Оторопевший. Ошалевший. Люди. Ау. Дайте что-нибудь покушать. Я говорю, тут коты один крошу другого. Теля. Вот такой. Это море. Вот были водочные гаражи, эллинги. И вот это всё, что мы там прошли, вот это всё потом появилось в 90-е годы. Назвали Дельфин. Солярий. Мы тут были летом. Последний раз снимали. Пенсионеров навалом. Просто аж бросилось в глаза. А они почти пенсионеры. Похоже, здесь никакого шторма-то и не было. Гляньте. Вот пляж. Ну, да, да. Съело. Море съело. Отъело. Часть пляжа галичного. Некоторые удивляются, как это у вас там в Крыму до сих пор розочки цветут. Ну, вот как-то так. Кстати, имеется фонтанчик с питьевой водой. Забыл ещё показать. Это же вот эти вот как бы ступеньки. Видите, к пляжу идут ступеньки. Это не просто так. Это вот, чтобы волны сюда не вскарабкивались и не разрушали всю эту инфраструктуру. Тут табло висит. Время от 13-13. Как совпало. Ну, а второе-12. Второе декабря, 12-й месяц. И температура воздуха. Плюс 24. Я не знаю, это в тени или на солнце. Но, поверьте, спину печёт таки добря, чем можно загорать. Всё поубирали. Тенты, столы и всё такое. А вот кто же знал, что подорвёт полы в этих платформах. Дальше идёт дикий пляж. Но я боюсь, мы там упрёмся в какой-нибудь момент, где тоже вода размыла. О, смотрите. Лестница в море. Какой-то у Ледзепарин у них лестница в небо, а тут лестница в море. Потребительский кооператив рекреационного значения и любительского рыболовства. дельфин. Вот это всё дельфин. Только что мы там были, смотрели на эту лестницу в море, а решили обойти поверху, потому что там вдоль моря может быть моменты такие, чтобы не возвращаться. А это впереди очередные апартаменты. парк Ля Мер. А вон то вдалеке, вот это, это Семидворье. Так, ну а здесь, что мы здесь видим? Нанесло. Нанесло аж сюда. Чтобы понимали, вот такая широкая набережная накидала камни. Ну или кто-то их сюда принёс специально, чтобы сделать красивый антураж. А высота тут приличная. Метров пять. Вот такая волна была. Вау, сверху, бабах аж сюда. Серьёзный был, что он. Опять же, мы там, охранник стоит, говорит, два слова скажите, что это было. Да мы такого не было, мы не помним такое. Я говорю, здрасте. Ну были же раньше шторма, я же помню при Союзе. Ну при Союзе не помню, но уже когда при Украине были шторма, но не такие сильные, не такие. Так что это был реально шторм века. Вот тут же был настил, гля, а где он? Когда последний раз были, он был, этот настил. Теперь его нет. Ну да, была плитка и нету плитки. И она есть. Вот она вся лежит в стороночке аккуратно сложенная. Ну я не смеюсь, конечно, это горе. Это всё нужно потом восстанавливать. Мы ловим ракурс. Сейчас, сейчас, подожди, говорит. Сейчас будет седьмая волна, а лучше четырнадцатая, а лучше сороковая. Сколько ты будешь так стоять? Стекла целые, это хорошо. О, аж сюда долетело. Долетали булыжники, видите? Это не какие-то там, это вот такое море. Наконец-то. А ну ещё раз. Вот это всё шторм. Это не само. Это всё шторм. То есть, представьте себе волны, которые накатываются, перекатываются через верх и заплёскиваются сюда наверх и разбрасывают под эти камни. Я сам не видел, видел только на ютубе. Очень много роликов на ютубе сейчас лежит. Это было нечто. Посмотрим назад. О, слышите? накат и волны и волны сгребают камни. Туда-сюда их катают. Слышно, надеюсь, да? вот кафешка пострадавшая. Хоть стекла целые, то хорошо. Ничего. Легко восстановить. Ну, я так думаю. Вон, как другие показывают, где-то там в малоречке там прям посносило, поломало стены. Вот это вверху деревянное строение, это база отдыха Эврика. до них, конечно же, ничего не добралось. Конечно, на высоте. Интересный камень лежит. Помните, я показывал Александра Куреша, его инопланетян? Вот он ходит по берегу где-нибудь, ищет всякие такие вот камешки, поменьше, конечно, и потом складывает фигурки. Он их называет инопланетяне каменного века. У него огромная коллекция, интересно так посмотреть. Вот этих камней быть не должно. Их тут раньше не было. Вот этого не должно быть. Но оно сейчас есть. поворачивало плиты. Вот так, в целом, что сказать, восточная набережная выжила. Ого. Кое-где, конечно, чего-то есть такое неприятное, но тем не менее. Вот это впереди, это Семидворье и Дикий пляж. Но я подозреваю, что там, где-то там дальше размыло берег. Я так думаю. Может быть, нет. Но в другой раз туда пойдем там поснимаем. Это Семидворье. А сейчас вернемся на набережную Алушты. Это Медельгора вдалеке. Просто красивый вид. Шел, шел, обернулся, увидел. Нет, дай сниму. И вот это парк Ля-Мер. Это и комплексы апартаментов, и какие-то отдельно дачи стоят, дачи какие-то. В общем, где можно снять жилье и отдыхать летом или даже зимой. То есть перепланировку не дали, а реконструкцию одобрили. Посмотрим, что на центральной набережной Валушки происходит. Вот она набережная. Вот это место называется Берма. И тут были лавочки, лавочки, скамеечки. Сидели пенсионеры, лешали морским воздухом и флаги всякие разные. Что-то вообще ничего нет. Даже следов не вижу. Наверное, убрали, знали, что будет, какой будет ветер, какой будет шторм. О, а где пляж? Тоже послезала гальку. Вот этот таксист рассказывал, когда был шторм, представьте себе, вот волны перекатывались прямо через этот парапет и вот тут все было мокрое. И вот сюда, в бывший почтамт, люди убегали от этих волн, от брызг морских. А, Крым телеком. А я все по старинке главпочтамт. Почтамт. Кстати, у меня же есть видео, а лучше было стало аж три серии. Советую поискать на канале, посмотреть. петь. Мы там очень постарались, получилось очень даже хорошо. И все снимают, ходят. Это ж на парапете были мраморные плиты. Посрывало кое-где. Их, говорят, прилепили на обыкновенный строительный клей. Вот оно ведь так и получилось. Вернули на место рыбака. Мальчик с рыбой, Давайте уделим ему пару минут внимания вашего. Это не первая скульптура. При Союзе он был бронзовый. Ну, а когда наступили лихие девяностые, бронза куда-то исчезла вместе с этим мальчиком. Поставили просто бетонную такую скульптуру и покрасили ее в золотистый цвет. Со временем она разрушилась. Ничего, еще слепили, потом опять покрасили и опять поставили на место. И вот во время недавней реконструкции якобы из мрамора теперь этот рыбачок, мальчик с рыбой, якобы из мрамора, но местные говорят, что-то как-то не похоже. Не буду утверждать ни за, ни против. А вчера мы снимали интересный сюжет. Опять про цены в Ялте. Вообще вот эта киноэкспедиция у нас началась с того, что мы показали цены на рынке, на овощном рынке в Ялте. Если кто не смотрел, посмотрите. А вчера мы нашли магазин, где еще дешевле. там и продукты, всякие промышленные товары. А бензин какой мы нашли дешевый. О, это вообще. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Я 12 ядусов. Центральный пляж Алушты. Вы только полюбуйтесь. Вон даже слов не знаете подобрать. Вот такое вот. Вот вам и стихия. Идите им интересно посмотреть. Боже мой, пляж уменьшился. Я только сейчас заметил. Половина пляжа немало. Вот смотри. Вот это да. А вы говорите, что у вас там за штурм был слабенький? Ну пожалуйста, все наглядно видно. Пляж уменьшился в половину. да. О, она аж куда камни накидала. Хотя еще пока их не разгребали. Главное в одном месте все сгрудилось. Не тут было настолько пенное пиво, что надо было во всю длину хэштег написать. Пенное, пенное, пенное. еще раз напоминаю. Следующий ролик будет очень информативный. Я вам покажу самую дешевую автозаправку в Ялте. Самый дешевый магазин. Реально, дешевле цен в Ялте еще нигде не введен. Очень полезное будет видео. Если вы не подписаны, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и ставьте лайки, поддерживайте нас с этими лайками, комментариями. А если есть желание, ну и возможность, поддержите нас материально, потому что мы работаем для вас. Все, что мы делаем, это делаем специально для вас. Все эти видео снимаем, киноэкспедиции устраиваем. Я считаю, это хорошая работа. Ну, воспринимайте нас как уличных музыкантов, чтобы поддержать нас материально. Для этого есть все ссылочки в описании и в первом закрепленном комментарии. У нас на этом все. Большое спасибо за внимание. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!